Привет, друзья! Это Юрий Моша. Вопросы от копирайтеров. Сейчас на них отвечу. Ну вот, первый комментарий. Юрий услышал требования к кандидатам. Знание русского языка, что является всегда необходимым и обязательным условием для любого русскоязычного копирайтера. Да, русский язык нужно знать. Не важно, в какой стране вы живете, на самом деле. Вы можете жить в Узбекистане, но если вы знаете русский язык хорошо и умеете писать тексты, то вы нам подходите. А что нужно по размещению? Все, что касается самих текстов, вопрос. В чем их основная задача, вопрос. Что они должны нести? Какой месседж? Какая ваша целевая аудитория? И откуда, какой стиль? И масса других моментов, которые обычно прописывают, чтобы автор не делал пустую работу, которая вас потом не устроит. Ну давайте я сейчас объясню на примерах, так будет проще всего. Значит, у меня есть несколько уже блогов. Например, есть блог на СНОБе, есть блог на Деловом Петербурге. Вот это стиль и это тексты, которые меня устраивают. То есть вы можете их посмотреть и взять за основу. Вот сегодня в Деловом Петербурге вышла, я считаю, очень хорошая статья. И мы ее писали с Анной, она сейчас наш пиарщик и помогает мне отчасти. То есть я ей даю какие-то информации, какие-то первичные данные, какую-то информацию. Она задает наводящие вопросы и мы вместе с ней создаем в итоге текст, который выходит в издание. Почему хочу взять... Так, перескочил. Так вот, в Деловом Петербурге вышла сегодня статья про сравнение банковской системы Швейцарии и Америки. И этот материал был в топе, висел на первой странице. Считаю, что материал получился очень хороший и интересный. Почему, вы сейчас спросите меня, почему, чем вам Анна не устраивает? Анна устраивает, я очень доволен. Но объем работы у нас большой, материалов много, Аня разорваться не может. Она часть изданий закрывает, а часть изданий просто нужен второй человек, который будет их закрывать. Поэтому, что касается где размещать, перескакиваем дальше. То это должны быть интересные СМИ, читаемые СМИ. И вот сейчас, например, Анна договорилась еще с одним изданием, я пока не буду озвучивать. И они даже свое видение нашего блога в их издании подсказали. И даже первый материал нам сказали, надо рассказать о ожирении в Америке. Ну, интересная тема. И я об этой теме уже сегодня надиктовал то, что я знаю. И меня эта тема, например, как отца дочки, которая родилась в США, очень интересует. Потому что, действительно, это проблема, американская проблема ожирения. Я там даже привожу пример, когда... Этот материал, наверное, выйдет скоро. Когда мы ходили на концерт в эти выходные на Бон Джови в Нью-Джерси. И, наверное, 90% людей, которые нас окружали, это действительно очень толстые люди. Большинство из этих толстых людей, они не болеют ничем. Может быть, у них болезнь уже сейчас развилась какая-то. Они просто очень много едят. И очень много едят в фастфудах. Так, давайте дальше. В чем основная задача? Задача популяризации наших блогов, популяризации информации. Задача это реклама. То есть, мы там не пишем в Деловом Петербурге, что хотите открыть счет в американском банке, идите в Русскую Америку или в американский визовый центр. Понятно, что такое нам не разрешат написать. Мы бы очень так хотели. Но все равно умные люди, прочитав материал, они там начинают искать компанию Русская Америка, заходят на наш сайт, смотрят, что эта услуга у нас есть и к нам обращаются. Есть материалы, которые пишут сами журналисты. Такой пример. Вот в Медузе вышел материал по родам в США. Это Илья Жигулев писал этот материал. Мы давние знакомые. Я считаю, что это один из лучших журналистов России. Когда-то первый материал, который вышел в русском Форбсе. Это как раз о нашей истории конкретно и о компании нашей. Как раз это делал Илья. Сейчас он работает в Медузе и он здесь приезжал с своей женой. И жена его рожала, вот ребенка. Ну и взял мои комментарии. То есть в Медузе нету, насколько, по-моему, нету там блога, либо там нельзя стать экспертом. Но если можно, то мы тоже хотим туда залезть как эксперт, либо блог. То есть надо искать СМИ, которые дают возможность либо нам писать как эксперт, либо вести блог. Ну, например, Ахам Москвы нас очень интересует. И полно других еще изданий, которые интересны. Не только российские, это может быть украинские издания. Единственное, что они должны быть на русском языке. Что, срочно? Потом давайте. У нас в прямом эфире почти. Так, не буду уже резать, продолжим. Давайте дальше. Что касается целевой аудитории. Целевая аудитория все люди, которые читают те или иные издания. То есть у нас разные клиенты. У нас есть клиенты простые, там, иммигранты, которые хотят уехать в Америку. Есть клиенты, которые хотят здесь бизнес купить. Есть кто-то, кто хочет недвижимость открыть. Недвижимость купить и открыть бизнес по инвестициям. Это разные люди, разная целевая аудитория. И мы их ищем в средствах массовой информации. Пожалуйста, сформируйте четкие и точные задачи. Ну вот, я вроде вам сейчас сформирую четкие и точные задачи. Сейчас еще вот расскажу еще об одном копирайтере, которое просто переписало мой текст, при этом мой ролик в текст, который я ей дал. И сократив его до минимума, и когда я сказал это, что все, ну, она сказала, что да, вот я так это вижу. Наверное, может быть, что-то не поняла, что-то я не досказал. Но вот сейчас, надеюсь, после этого видео, все поймут, что мы хотим. То есть, помимо того, что вы пишете текст, вы должны размещать этот текст, предлагать редакторам. И когда вы откроете, вот вы договоритесь, допустим, с Эхо Москвы, откроете там нам блог, и у вас будет доступ к этому блогу, либо там будет доступ как эксперт, то есть, какую-то форму они дадут, чтобы мы могли загружать туда. Потом все это будет уже проще делаться. То есть, вот мы с основным договорились изначально, да, как бы они посмотрели, первый материал им понравился, они там в фейсбуке даже перепосты делали не раз, и в топы материалы выходили. Вот когда о детях я писал, тоже в топ вышел материал, он в фейсбуке там набрал очень много лайков. То есть, они уже знают, что этому автору можно доверять, что он пишет интересные материалы. То же самое будет и с другими изданиями. Поэтому вам один раз договориться, а потом по накатанной оно пойдет, и вы будете размещать, размещать. Я буду давать вам материал какой-то, вы его будете дорабатывать, какие-то дополнительные вопросы мне задавать. Понятно, что не нужно просто взять и переписать текст. Такая работа не нужна. Нам нужна журналистская работа, нам нужна работа копирайтера. И думаю, что вроде ответил на все вопросы. Пишите, звоните. А, еще момент. По поводу зарплаты люди спрашивают, а сколько вы будете платить? Предлагайте ваши условия. Вот одна девушка сказала, 150 долларов за материал. Я ей сразу сказал, это для нас очень дорого, нам это неинтересно. Предлагайте варианты, которые нас устроят, и мы выберем цена, качество, форму общения, потому что, например, один копирайтер мне не понравился, как он сразу начал себя вести. Есть вещи, которые, знаете, в общении сразу отталкивают. Поэтому это рынок, я выберу лучшего из лучших. И нам нужна вторая Аня, которая сейчас работает. Она мне нравится. Да, какие-то, может быть, у нас есть шероховатости, я ее поправляю в чем-то, в чем-то она мне говорит. Давай сделаем это, давай поправим сюда, давай попробуем сюда достучаться, и так далее. Ну, в общем, наша задача, как можно больше СМИ присутствовать, и как можно больше информации из моих видео, чтобы было в тексте и распространялось через интернет. Спасибо за внимание. Пишите, звоните. Плюс 1-646-477-05-00. Это работа на долгие годы. У меня 6000 видео. Потихонечку. Ну, не все, конечно, мы будем перенабирать, но тысячу точно можем перебрать в тексты. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...